Здравствуйте! Меня зовут Козыренко Инга Сергеевна. Я врач-дерматовенеролог, трихолог, косметолог, физиотерапевт. Я занимаюсь лечением волос и кожи головы уже более 12 лет. И сегодня я вам расскажу, что можно считать ранней сединой. Если седина появилась до 20 лет, а сейчас на прием приходят даже дети с седыми волосами, то такую седину мы считаем преждевременной. Седина в диапазоне 20-25 лет считается ранней, ну а после это уже вариант нормы. Седина не является опасным состоянием, никак не влияет на наше здоровье, но тем не менее это довольно неприятный эстетический недостаток, который может добавлять нам возраста. На самом деле до сих пор до конца не изучен феномен седины. Если есть анемия, дефицит железа, то может нарушаться пигментация волос. При нарушении работы щитовидной железы также могут появляться седые волосы. Иногда это может говорить о том, что начинается такое заболевание, как витилиго. Гипопигментированные пятна могут быть и на гладкой коже, и на волосистой части головы, и седые пряди волос. Но мы не должны забывать про такой аспект, как генетика. Многие пациенты обращаются с жалобами на седину и спрашивают, можно ли с этим что-то сделать. На самом деле до сих пор не разработаны учеными окончательные причины появления седины, и соответственно нет лекарства. Но тем не менее мы можем влиять на качество волос и иногда можем даже замечать усиление пигментации на фоне использования специализированных лосьонов для стимуляции роста волос. По своему опыту я могу сказать, что на фоне использования препаратов-стимуляторов некоторые пациенты отмечают снижение волос беспигментных, то есть седых, и в целом усиление пигментации и улучшение качества толщины волос и цвета. Если мы хотим отследить результаты и посмотреть, как может у нас снизиться уровень седины, то для этого нам потребуется, разумеется, время не менее 4-6 месяцев для того, чтобы мы увидели первые результаты. Приходите на прием, будем разбираться в вашей проблеме и постараемся вам обязательно помочь. Продолжение следует...